Здравствуй, Полтава, добрый день, Украина. С вами я, Александр Демидович. Сегодня у меня в гостях за водой со льдом во Франсуа Сергей Савенков, правильно я говорю, да? И Андрей Усачев, депутаты Киевского района. Хотим поговорить сегодня, наверное, о ставках на пресловутой Юровке и садах 2, Огнивка, сады 2 и Половки. Половки, да, вот так вот. У них есть хорошая идея, ну, давайте послушаем, что они скажут, ну, а там будет видно. Это, собственно, идея, собственно, не у нас, а идея, как бы, у людей. Да. И с Юровки люди интересуются тем вопросом, сильные получения интересуются, и сады, те, которые дома выходят на ставки, у них эта проблема уже, наверное, 3 или 4 года они ее пытаются понять. Да, и такое 3 или 4, там существует проблема больше 20 лет, на самом деле, это. Ну, это фундаментальная проблема. Давайте так, в чем проблема? Проблема ведет в колоссальном загрязнении этих ставков. То есть, если, ну, непроверенные данные у меня, не буду я утверждать, но очень много фактов свидетельствуют о том, что в эти ставки попадают канализационные стоки. То есть, если мы пообщаемся с сотрудниками бывшей Мушеда, так называемой, которая сейчас в стадии ликвидации, он и ликвидировался уже, я точно не знаю. Там непонятная ситуация. Да, там вообще ситуация, скажем так, мягко говоря, непонятная. Они четко, специалисты, которые занимаются этим, знают места, указывают места, где вы такие, где все. Я, конечно же, его не смотрел, не видел. Ну, вот, в принципе, для того мы и собираемся комиссионно, так и эта рабочая группа создана за моей инициативой. Андрей мне активно помогает в этом тоже. Спасибо ему. Вот, опыта у него немножко больше, чем у меня, конечно же. Вот, опираемся. И вот мы собираемся завтра в 10 часов, в среда, 12 число, как-то собраться. Запрошены все профильные специалисты, всех отделов управлений, ЖКХ города, ЖКХ области. То есть, сейчас будет комиссия, у нас будет проходить в райисполкоме в Киевском, в 8 кабинете, на 10 утра. На 10 утра, да. Завтра, 12 числа. Кто заинтересован, пожалуйста, приходите. Вы хотите завтра на комиссии услышать информацию, где именно попадают канализационные стоки? Я правильно по-возьму? Это в частности, конечно же. Наверное, все-таки основная задача стоит в том, чтобы эту проблему, так сказать, вынести на рассмотрение, заставить, так сказать, власть держащих наших обратить на нее внимание. Поскольку, я думаю, что о ней как бы давно уже известно. Вопрос только в том, как-то начать работать. На самом деле, глобальные вопросы поднимаются. Ставки – это экологический аспект, скажем так. А ситуация глобальная. И под всей Полтавой вот эти ливневые коллектора, которые предназначены для сбора воды с дорог, они используются для слива канализации. Они вследствие так называемой газовой коррозии, как и называют специалистами ШЭД, ее разрушаются. И мы получаем картину под дорогами, под крупными дорогами, где есть ливневки. У нас разрушены трубы на глубине до 8 метров. Я это сам видел. Без труб просто течет фекалии. То есть, на самом деле, это бомба замедленного действия. О ней давно пора говорить. Наверное, для того, чтобы мы скоро не пошли под землю. Да вы понимаете, о каких суммах денег вы… Это бешеные суммы, конечно. Для примера. Вот тоже Сергей на его участке была проблема. Лет, наверное, 12, да? Много. Параллельно шло две ливневки, две ветки канализации. Одна ливневая канализация, вторая, собственно, фекальная. Обычная канализация с домом. Фекальная канализация, что-то с ней случилось, забилось, поломалось. Водоканал, как бы он этого не делал, ну, получается, как бы никто подключил из фекальной канализации веточку, кинул в ливневую. Так оно пролежало, было получено 10 лет, и завалилось и то, и то. То есть трубы разрушились. Упали гаражи, упали дороги. Да, подмыло там, рассып, в общем… Это на суть как? Да, да, да. Курчатова 17. Суть проблемы. До девятиэтажного дома 4 метра. Бассейн глубиной метров 5 и площадь, я не знаю, какая там площадь, но бассейн. Есть видеофото. Бассейн воды. Серега там этот вопрос поднимал, сильно его тормошил. Я в область ходил. То есть мы поднимаем этот вопрос со всех сторон, сколько только могли придумать. Ну, больше, конечно, Сергей сделал. Его округ, да, его как бы прямая обязанность. Это огромные деньги. Там была проблема магистральной метровой, труба метровая, магистральная канализация, знаете, ветка магистральная. Ее положили, ну, метров, наверное, 200 или 300. Несколько лет назад. А, ты его внесли? Да, да, да. Несколько лет назад положили. То есть ее как бы начали ремонтировать, положили какой-то кусок, вот тут разрушены, вот тут разрушены, вот тут разрушены, вот тут лежат новые трубы. При этом вода течет, ну, куда придумывается. Вот сейчас они вот как бы этот вопрос потихонечку закрывают. Не знаю, до конца ли они его доделали, все ли доделали, подсоединяют эти вот недоделанные куски они доделали, вырыли колодцы, проложили пластиковые трубы. В пятницу сказали, что закончили. Я знаю информацию полностью по этому вопросу. Ну, говорили, что закончили, ну, допустим, я там был Сергей вчера ходил, вот так бы там, ну, смотри, колокольный, там немножко не доделано. Не, ну, зданию ничего там не угрожает, возле здания и дороги там все переложено, все там, вот, в честь по чести. Конечно, там полтора миллиона в это вбухано, деньги там колоссальные, действительно, буквально чуть-чуть. Вот, теперь к цифрам. Полтора миллиона, как бы, ну, немаленькие. 130 метров трубы, грубо говоря. Ну, там 8 метров глубины, там работы колоссальные. Они эскалаторов не доставали. Не за это разговор, за то, что, да, деньги большие нужны, но это же делать надо. Ну, вот фундамент дома, ну, куда, да. А ну, все деньги большие, ничего же даром не стоит, но его делать надо. Хотя бы начать. Я вам скажу честно, мы в соцсетях общались, да, немножко вскользь. Меня больше всего, ну, то, что вы занимаетесь, как бы, это уважение, все. Понимаете, когда я прихожу в дома, которые переходят в собственность ОСББ, и вижу, что делается в подвалах, с системой канализационной, в частности. Я бывал в подвалах. Я задаю себе вопросом. Во-первых, передача в ОСББ для меня становится аферистической схемой, я не скрываю. То есть, я всю жизнь платил за то, чтобы трубы там были нормальные, а они ненормальные. Ты платил всю жизнь, ровно, наверное, лет до 10 назад, когда, ну, может, 7, когда из перечня услуг, которые якобы предоставляет ЖЭК, вычеркнули все, кроме 5 услуг, которые, ну, как бы, там... Ну, пускай будет так, да. Так, опять перебью, извините, перебью, перебью, перебью. Когда у меня такие разговоры начинаются, я всем говорю, ну, тоже, ребята, вы за вот сколько живете в доме? Я 30 живу, я 35, а я 40. А ты за 40 лет хоть раз заявление написала на замену труб, на ремонт подъезда? Не, а что надо было? Я прихожу в ЖЭК, она меня такими глазами смотрит, говорят, так люди не обращались, вот, почему ты пришел? Я говорю, так там уже сгнили все трубы. Так у нас ни одного обращения не было. Чего мы, мы же не экстрасенсы, с чего мы знали, что там проблемы? Это, как бы, ну, такая, отстаньте от ЖЭК, это, ну, в литературном языке. Я это прекрасно понимаю, что они просто, ну, пытаются снять с себя ответственность. Это их обязанность ходить, смотреть, знать и так далее. Но чисто теоретически, да, действительно, у ЖЭКа у нас домов по городу сколько? 2000 домов? На самом деле... 1900, да, 1900, 1800 с чем-то. Ну, как бы, они же не могут везде все знать. А люди где? Почему вы не обращались? Мы вот с Сергеем были, на той неделе были на участке, на котором я избирался в город, и за меня люди не проголосовали. И наша встреча начала с того, что здравствуйте, тот депутат, за которого вы не проголосовали. А мы вас не знаем, мы вас не видели. Говорю, вы можете мне это не рассказывать, потому что я лично... Уж кого кого, а вас тяжело не знать. Лично я своими ногами обошел каждую квартиру, в каждую квартиру стучался, кто был дома разговаривал, а нет, каждому оставил свою визиточку, свою программу, все про себя. Да, в каждую квартиру. Мы вас не знаем, мы вас не видим. Так, возвращаемся к тому. Я знаю, что, не дай бог, эти трубы полетят в домах. В частности, на 1-й горбольнице квартал, Огнивка, Сады-2. Все это потечет в ставки. Да. Ну, давайте говорить, как есть. Да, да. Под наклоном вы имеете в виду потечет. И под наклоном в том числе. Не, они часто, по идее, и так текут в ставки относительно. Может быть, все, может быть, частично. Водоканал не течет, пока месть. Ну, надо говорить. Это первое. Второе. Я отлично знаю, я с инженером водоканала лазили мы, буквально с месяц того назад, на далекой, люди возмутились с ароматами. Жестко в одно и то же время запах. Каждый вечер, не помню, там, в 7 или в 8 вечера, вот жестко идет аромат. Так, это все объяснимо, на самом деле. Я даже не знаю, какую ситуацию. Мы лазили, искали, искали, мы ничего не нашли, но он нам показал место, где должен быть коллектор, где должны его сделать. Озвучена была цена предварительная в 20 миллионов гривен для оборудования коллектора, но на этом коллекторе стоят гаражи. И ваши предшественники, попередники ваши, добросовестно проголосовали за существование этих гаражей. И даже, может быть, не прошлое, а позапрошлое, позапозапрошлая каденция. То есть люди проголосовали добросовестно, и там стоят гаражи. Для того, чтобы построить коллектор, надо снести гаражи. Для того, чтобы их снести, их надо покупать. Много там гаражей? Очень. Сколько, вот, в длину этот коллектор занимает по гаражам? Вот тут я не готов сказать, это, я же не инженер. Сколько надо простучать, насколько целая труба, возможно, можно сделать прокол. По действующей трубе труба в трубу, протянуть под гаражами и все. Это вы, знаете, на данный момент, вы мне напоминаете, я с ведущим специалистом водоканала как-то познакомился, он мне сказал, он человек приезжий, он говорит, знаешь, у меня, когда я приехал в Полтаву и стал на должность, у меня создалось впечатление, что все полтавчане знают, как управлять водоканалом. Я говорю, можно я вам скажу одну тайну? Ну, говори. Я говорю, я не знаю, как управлять водоканалом. Он говорит, ты первый, кто мне в этом признался. Я не то что, понимаете, вы говорите сейчас о каких-то вещах, там продавить, то все. Вопрос в том, может быть, я не знаю. Я не специалист. Надо узнать. Если там буквально что-то... Я знаю просто, вот эта ситуация, я там вырос. Вот эту тарапуньку, я помню еще, поверьте на слово, эти ароматы, я с ними вырос с начала 70-х годов. Эту тарапуньку я знаю, бродил там, всякого бывало, да? И я знаю отлично, подозреваю, что вот вдоль всей тарапуньки на Юровке канализации нету. Я не говорю о ливневке. Ливневка, да, дожди, само собой стекло. Все, ладно. Канализации там нету. Есть у людей выгребные ямы, вопросов нету. Но не все ямы выгребные, не все вовремя выгребаются. И пошло ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А теперь представьте себе, вы знаете, что у хозяина дома сток идет прямо туда. Вы к нему приходите и выставляете претензию, да? Начинаете штрафовать. Что он, думаете, будет просто платить и хавать то, что вы говорите? Ну, не первых, для начала он должен пустить вас к себе в отложку. Все гораздо проще. Наш любимый водоканал, первый в Украине, придумал систему отключения от водопостучения путем закрытия канализации. Все. Вопрос закрыл. Нет, подождите, я говорю. Как бы да, у людей как-то устроена жизнь. Они устроили свою жизнь. Но по сути, они устроили свою жизнь за твой счет, за мой счет, за счет вот тех людей, за то, что они свои фекалии сбрасывают. Ну, это неправильно, да. Я понимаю, что им это будет не нравиться. А с горожаной, как ты говоришь, будет то самое, что было на половках, там, где мы с Сергеем вопросом занимались. Они просто упали. Внизу вымыло, и они сложились. Да. Неизвестно, они не скоро упадут. Ну, вопрос неизвестно. Там тоже никто не думал, что они ни разу упадут. Они же давят на землю. За месяц буквально упали. А внизу вода вымывает землю. Плюс на плюс будет минус. Там, по сути, должно хватить, ну, теоретически, должно хватить одной зимы, замерзание, размерзание грунта. Подвижка и они сложатся. Как случилось на половках, собственно, то же самое. И тогда их не нужно будет выкупать. И нужно будет только бульдозером выгрызть. А сколько у нас в центре было падение дорог? Нет, то, что по всему городу, безусловно, это очень большая проблема. И эта проблема, она многолетняя, и не только нашего города. Она за год не решится, это понятно. Во всех практически городах на сегодняшний момент эта ситуация. Вот эти новостройки, особенно в центральной части, они подключаются к трубопроводу, который далеко не рассчитан на этот объем. К сожалению, это происходит, и это происходит сплошь рядом. Я просто к чему веду? Есть системная ошибка. Вы сейчас пытаетесь решать локальный вопрос. Вот вы видите ставки и пытаетесь разобраться. Сейчас вы будете находить кучу аргументов. И, может быть, вас услышит областная рада, владелец водоканала, что-то финансировать. Естественно, водоканал с областной радой не управится, придут в город, начнут просить деньги. Я к чему веду? Я возвращаюсь к тем трубам, которые в подвалах. Не проще ли, не разумнее ли пойти от обратного? Все-таки решить вопрос не во всех, а в большинстве домов за те же деньги. Ведь на данный момент вы же не остановитесь на том, что вы остановите, предположим, канализацию. Вы дальше будете требовать и хотеть очистить эти ставки. Правильно? Ну, мы не вправе требовать. Просить. Желание такое есть. И, в принципе, я бы с удовольствием... Что ты мечтал очистить? Ну, наверное, земснарядом вы будете занять. Нет, дело в том, что даже если этого не делать... На самом деле, это по деньгам, это намного дешевле, чем запретить канализацию и переложить трубы. Это, ну... Ну, земснаряд, да, это такая большая... Ну, это... Оно не решит проблему. Оно не решит проблему. Смотри, ну, Александр, можно я вам скажу? Дело в том, что, ну, вот, трубы в подвале, это, конечно, плохо и это хорошо. А тут суть немножко другая. Тут есть трубы с подвала, вот они должны выходить все-таки в канализационные трубы и течь дальше на честные, как это задумано было вот первоначально. А то, что эти трубы с подвала подключены к ливневому коллектору, это уголовное дело на самом деле. Ну, статья есть и все такое. Оно не должно быть туда подключено просто. То есть, неважно, в каком состоянии трубы, они не должны выходить, эта канализация просто в ливневке. То есть, оно... Это да. Ну, это есть. А это не взаимозаменяемые проблемы, это две разных проблемы. И тут нужно решать. Тут Сергей правильно говорит, тут банально просто. Если кто-то нечаянно надышится вот тем, что вот там вот бежит, потому что ливневая канализация, это канализация открытого типа. То есть, воздух, газы не выходят наружу, то есть, народ этим делом дышит. Через решеточки, через закатыли. А канализация, она закрытого типа, она не выходит, газы не выходят наружу. Если банально человек надышится, то он просто умереть может. Да, это отвечает. По-моему, даже взрывоопасно. Ну, это в замкнутом пространстве, да. На улице же нет замкнутого пространства. Я вам приоткрую тайну. Я когда-то лет 15 тому назад работал в цехе по производству тротуарной плитки. И формы мыли кислотой. И эту кислоту выливали в ливневую канализацию. Когда я это увидел, я, по-моему, сказал, что я на шахтурах и уволился. Я сразу уволился, потому что это ненормально. Ну, вот и ему спасибо тоже, да. Еще раз. Завтра на комиссии, да, или комиссии. Ну, на рабочей группе называется. Вы хотите для начала услышать, где есть. Если вы услышите, а если не услышите, дальше ваши действия. Это сложность. Дальше стучаться во все двери. Стучаться. Есть же специалисты, которые знают, которые кричали, что мы покажем пальцем. Ну, я не знаю, что будет они завтра. То есть, ну, их приглашают все-таки в иконком больше. И насколько они, вот, смелости хватит показывать пальцем такие вещи. Я вам скажу честно, и они не покажут. Может быть, и не покажут. Они скажут, что мы не знаем. Надо искать методы. Что делать? Что, вот, в вашей ситуации, например, да, вот почему вы говорите, в 7 часов, ровно в 7 часов вечера начинается лонь. Я могу ее просто объяснить. Есть ли у него и коллектор, да, который открытый, вот, которые решетки стоят. Есть канализационный. Канализационный просто подключили таким образом, что когда он становится на подпоре, подключение пришло в колодцы. Когда он на подпоре, когда большое потребление, а в 7 часов вечера люди с работы пришли и начинают массово купаться, стирать, он становится на подпоре. То есть, у него идет переток. Эти фекалии просто перетекают выше уровня, набираются, перетекают выше уровня, попадают в ливневку, которая лежит выше, к примеру. И все, и люди начинают фонять. Это подключение. Я понимаю, тут глобальный вопрос. Если мы сейчас вот так возьмем, ну, нельзя так подходить. Вот возьмем все, там, мы как-то услышаны были, да, все, мы обрубили эти коллектора, все, не используем. Люди первого этажа просто зальются фекалиями в 7 часов вечера. Их просто зальет. Потому что такой, ну, городские системы, они строились много лет назад, они не рассчитаны на то количество людей, которые сейчас в нас проживают. Эта проблема, она, ну, действительно глобальная. Мы не хотим, что вот, мы не видим там дурачки, да, что вот все, не будем использовать моментальные... Нет, такого нету. Надо подходить систематически. Надо перекладка, действительно, этих мест, перекладка труб, надо выделение. Какая-то программа, пускай, будет разработана. Не на 2-3 года, на 5-10 лет. Пускай это начинается в какой-то степени. Даже если это мне не хватит, пускай это будет моим детям нормальный город. Или нормальные ставки. Они сами почистятся. Не надо их земснарядом прогонять. Они почистятся. Да, это будет и сейчас. Так Глиняный для этого и существовал. Он разводил вот это все, Глиняный ставок. Там уже не связан Глиняный. Раньше он был связан. Он разводил вот эти все сточные воды. Он разводил, и дальше до конца они доходили уже нормально, в чистом состоянии. Там где-то на полотне сады два, там купались. Возможно. Я там сам купался и с маской плавал, раков ловил. А в этих не купались никогда? Ну, я видел, ну, не приветствовал. Саша, опять, это вопрос очень долгого времени. Разобраться, что нужно, как можно, как лучше поступить. Может, даже там проект на эти ставки, какая-то там очистка. Да и хотя бы паспорт им сделать. Вы хотите систематизировать проблему. То есть, для начала понять происходящее. Проблема, это и трубы в подвалах. Проблема, это и магистрали. Проблема, это и ставок. Ну, с какой стороны я возьму, подвала, трубы в подвалах. А вы понимаете, что вам тяжело на этом пропиариться будет? Ведь если это долгосрочная программа, она 10 на 15, это все-таки, ну, вы правильно говорите. Если бы мы хотели пиариться, Александр, если бы мы хотели просто пиариться, мы бы не запрошивали всех, кого только можно. Не обращались ко всем фракциям и депутатам. Не запрошивали новую Полтаву, которая тоже будет представитель. Там всех, всех, всех. Понимаете? Если бы мы просто хотели на этом пропиариться. Это просто головная боль. Это конкретная головная боль. Если бы они плюс один заплатить денег, они приехали снять, вот такой пиар. И мы бы его везде повыставляли, и красавцы, и все. Это даже не один плюс один, даже любой. Ну, я образно сказал, не суть важна. Нет, ну, если стоит вопрос, действительно, систематизации проблемы, ну, потом, я честно говоря, для меня, я всю жизнь там прожил, я знаю эту проблему, она всю жизнь существовала. На Половках я ее решил. Я сейчас решил эту проблему на Половках. Половки. А что за Лишкиным лесом? Стоит. Нема до куда. Да то, что он стоит, я понимаю. Нема документов, нема меж. Никто не хочет этим заниматься. Все. Там же ж обалденный зон отдыха можно сделать. Ну, так и думаешь. Как только там начнется какое-то движение в направлении зоны отдыха, она будет громадскую, чи будет ГО Ришкин лес, под керевницей непонятно кого, и будет... Я, примерно, даже знаю кого. Все. Зачем это людям? Вот, люди сейчас выходят в Ришкин лес, распылили костер, шашлыки, пожарили, отдохнули по-своему. А если это станет парком, это будет запрещено? В какой-то степени. Как отнесутся к этому люди, которые там живут? А нельзя это сделать так, чтобы в монголы стояли? Можно. Кому это нужно? Ты же прям, все упирается в то, кому это нужно. Это не, знаешь. Кто-то что-то делает, потому что нужно людям. Подождите, получается интересно. ГО Ришкин лес никому не нужно, оставки нужно. Рассказывай. Все. Как вы определяете? Немножко разные вещи. Все не нужно никому, ровно до тех пор, пока это кому-то и становится будет нужно. Вот только это кому-то одному стало нужно, оно сразу становится нужно всем, и все начинают там что-то рьяную деятельность какую-то показывать. Да нет, ну это разные вещи. Не будет. Нет, как правило, оно так и есть. Вот когда пока вот проблема с канализацией, со ставками, неважно с чем, вот она существовала 10 лет, она никому не была нужна. И вопрос, да, если никто не поднимал, ну все же знали, что никто не поднимал, потому что глобально очень тяжело. Попередники подписывали гаражи. Как они это делали, у меня, честно говоря, в голове не начается. Я помню первые гаражи, если смотреть на палаты, по правой стороны, это на моем памяти они строились. Там вообще жесть, там была свалка, балка. Медик называется, Медик один был называть. Я не знаю, как оно называется. Оно строилось в мое детство, в начале 70-х годов. Я видел это все, как происходило, конечно, жесть. А потом, когда с другой стороны начало строиться, я знаю, что в одном дворе стоит колодец, и из этого колодца постоянно поднимается все это. У них там жжение. Понимаешь, заработать на этом не получится. Это нужно день действительно закопать землю. Буквально. Заработать, ну что там заработать можно будет, ну не так, как обычно, 50-50, да? Это дело... Ну почему? Я тебе так не скажу. Ну, Сережа. Ну, а как вы нашли, вот действительно, вы приняли для себя решение? Я, например, отлично знаю, знаю, что вот по шеломке очень много в ливнек, очень много подключений. Это все почти. Я не говорю все. В Соковорску. Так. Это жесть. Приоритет. Вот как вы приняли решение, что именно там, наш район, столкнулся с этим. Во-первых, это ближе к все-таки... Ну, вы понимаете, что вот создать рабочую группу можно, мы можем, только по вопросу, что касается Киевского района. В Киевском районе больше нету мест таких проблемных? Да, проблемных мест в этом городе килограмм. Да не ткни. Так я же говорю, как вы выбрали именно... В моем понимании... Это самое тяжелое место, наверное, из всех, что можно... В моем понимании, это самое важное место, на самом деле. Самое важное или самое тяжелое? Вам нравится тяжесть? Не или, а и. Это непосильная тяжесть, на самом деле. Если нам не помогут областные депутаты, это непосильная тяжесть. Даже городские тут не согрались. Кто из областных завтра обещал к вам прийти? Я не знаю, кто там обещал. Запрошивай конком. Я надеюсь, что кто-то-то придет. Вы же понимаете, что это ребята настолько, скажем так, серьезные, что... А теперь давайте так. Вот из области вы приглашаете, все равно вопрос заполитизирован, кажется. Один не придет, да, с области, потому что он в другой партии. Хотя бы вроде и полтовчанин, но он не придет, потому что вы от одной партии... Если не придет, по крайней мере, может хоть услышит. Может быть, дай бог поднимется на их комиссиях, может он скажет, да, я знаю. Просто кто-то проголосует. Ну, хотя бы даже так. Вы на это надеетесь? Хотя бы даже так, да. Саша, надо сейчас разобраться. Ну, это проблема. сколько он на денег потянет? Ну, 20, ну, 30, ну, пусть даже 50 миллионов. Что такое 50 миллионов для 6-миллиардного бюджета, который планируется с учетом надхода жени 5% от ренты? Нет, там денег на самом деле хватит. Ну, это даже... Хватит. Ну, ты... Вы экономически прикидывали? Нет. Не, а как бы это можно посчитать? Мы не знаем. Мы не знаем ничего. Ну, вы говорите, 6 миллиардов. Не, ну, если смотрите... Не, не, нижние там есть. Не, ну, вы как-то для себя раскладывали эти 6 миллиардов, что-то туда должно... Подожди, область живет на 2 с чем-то, а будет 6. И уже не один год живет на 2, 2, 2, 1, 2, 3, сколько там у нас было? До 3-х у нас были бюджеты областные. А теперь планируется в связи с этими 5-процентами ренды планируется 6. Думаешь, область пойдет на это? Ну, их куда-то девать надо. Ну, их совести куда-то будут девать. Почему не сюда? Пускай будет на их совести, да, если не пойдет. Не, я просто знаю, что... А, наверное, из области там никто на Юровке не живет. А, по-моему, я не могу... Но я тоже на Юровке не живу. Не, не, я не буду утверждать, насколько я помню, насколько я, опять же, не может, я не прав. Из города ни одного нет областного депутата. Ну, который избирался по городу и прошел вот от города. Насколько я понял. В области? Ну, как же ж. А кто? В Роговке. А он от города избрался? А, нет. Ты еще раз... Нет, нет, нет. Все, 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 я понял. Я неправильно понял вопрос. По разделению они кому-то поделили город, то есть кому-то, какому-то депутату, какой-то фракции, ну, типа, его... Я, честно говоря, с областными депутатами не могу разобраться, кто у нас по городу вообще. Ну, вот я же тебе о чем говорю, что они как-то его поделили, то есть кому-то они это дело наделили, как бы, ну, как бы. Ты же понимаешь, если ты избирался где-нибудь в Глобино... А ты не пытался разобраться, кто из областных? Ну, все-таки опираться же на кого-то надо. Я избирался в Рыбцах. Я попал... Не, ну вот по вот этому... Рассказывай. Я разбирался в Рыбцах. Я по Павлакам работаю, по этим... по Бравилкам работаю. Ну, что толку? Я вот, вот, я говорю, мы на той неделе были на Украине, на которой меня не выбрали. Меня люди там не выбрали. А планируете обращаться к депутату Верховной Рады? Конечно. Если это будет нужно, если в это упрёмся. Почему нет? Если нужно. Если нужно, да. Ну, если до этого дойдёт. Я не думаю, что это не наша так стать компетенцией. Здесь ваши компетенции? Слишком мы для этого мелкие, ребята. Серьёзно? А что я к нему обращаюсь? Ну, обратиться вы уже. Значит, вы не мелкие. Правда, мои обращения так... Ну, так вот я об этом говорю. Обратиться можно, но просто эффект. Не сложно. То есть, на сегодняшний момент вы всё-таки надеетесь для начала вас услышит район и город. Район нас уже... Ну, в смысле, Киевский район нас уже услышал. Ну, вы волну подняли конкретно. Я не знаю, какая там реакция в городе. Думаю, что недовольны. Не довольны. Думаю, очень недовольны. А почему недовольны? Ну, какая-то вот муравьишка поднимает такие глобальные вопросы. И это пугает? Пугает, да. Мне страшно. А не мешает вот эта всё-таки политическая подоплёка? Без комментариев. То есть, вы бесстрашно идёте вперёд? Без комментариев. Без комментариев. Будущего. Ну, я, кстати, серьёзно это говорю. Вот если мы не пойдём... А никто, блин, не идёт больше. Ну, никто не идёт. А у меня вырастет ребёнок. Он захочет найти ставки и пойти. Ну, и что он там будет делать? Испарениями этими нюхать? Или, блин, болеть через каждый метр? Не хочу этого. Подумай, строят же, ну, плана же есть построить в Азурне. Микрорайон, 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 а посредине такая клавака. Ну, кому-то же это надо быть, ну, должно быть нужно это кому-то. Там три школы на берегу стоит. Три школы. Дети там стопроцентно берают. Слушай, представь, у какого города есть озёра внутри микрорайона? Это, кстати, да. Тоже. Там ходили какие-то слухи, давайте, вот, там, кстати, я хочу отметить Песчанский тоже активно, Свободовец наш, активно долучается и поднимал этот вопрос, ну, как-то, чтобы не забыть его, потому что парень... Вот Вяйчук уже подключился, он, между прочим, я неделю тому назад с ним разговаривал, он активно уже включается в тему, он сам зацепил причем. Дай Боже, мы не против. Мы только за. Нам просто, ну, это не посильно для нас, на самом деле, нам нужна помощь. Понимаешь, если сделать там, ну, до дела его сделать, зачем кому-то там, не знаю, море, озеро и все остальное куда-то ехать? Ты вышел из дома, два метра прошел, а ты на море. А, вон какие цели. Ну, а как же ж? Ты понимаешь, проблема, ну, вот все вот, много вообще, полиции, полиции составляющие, но кто говорит, социальные, там, вот вы популисты, вам там раздают все людям. Ребята, так может, должно быть какой-то баланс между, там, не знаю, либеральными какими-то ценностями, везьми зрубы и между тем, что действительно нужно дать людям. Как я вижу, я вам скажу честно, вы зацепили это слово популизм, я его вижу, когда человек много говорит, рубает двери и на этом все кончается. Мне пессуют. Ну, это правда. А, я просто на вас буду смотреть. Буду смотреть со стороны, если будет что-то в моих силах, я помогу всегда, потому что это дело хорошее. Но, если бросите это, пацаны, не обижайтесь. Нет, так вопрос, проблема не в том, что мы бросим, проблема в том, что мы можем упереться и придется бросить, потому что кругом нет, что мы можем бросить. Ну, что делать, если не будет помощи, что? Какой помощи? А ее не будет. При нынешней ситуации в городе ее не будет, говорю сразу. Значит, если она не будет сразу, то оно затихнет, потому что мы ничем не можем повлиять. Мы депутаты Киевского района, знаете, это такие люди, которые вообще, ну, никто не знает. Вот эту фразу я слышу от депутатов всех уровней, честно скажу. Так потому что тяжело действовать. Я районный депутат, я ничего. Я городской депутат, я областной депутат. Нет, подожди, давай разберемся. Я районный, я городской, я областной. Я районный, у меня нет бюджета. Вообще. То есть меня поддержали, все проголосовали люди. Бюджет в размере того, что нужно раздать социальные допомоги, пили и так далее. Плюс на зарплату... А в городе вы будете опираться на фракцию, на городскую? Будем просить? А они что говорят? Или еще не разговаривали? Лучше задать им. Понял. Уже примерно знают, к кому пойду. И дальше по ступенькам. Даже до депутата в Верховной Раде знают, до кого дойти. Замечательно. Есть что-то еще сказать, чтобы мы не развозили? Всех приглашаем завтра в 10 часов. В 12 числа. Не пойду же, я беспокоен их. Да. В Киевскую районную 8-й кабинет. Приходите, будем решать, что делать с толками. Не решать, а пробовать решить. Потому что решать это громкие слова. Ну, сначала уже разобраться, что делать, а потом мы думаем, что делать сделать. Я, знаете, вспоминаю своего учителя, он говорил, ну, спрашивает урок, я учил, но не выучил, отвечаешь, да, как обычно. Он говорит, я тоже горы Карпаты поднимал, так не поднял. Но я надеюсь, что у ребят удастся поднять эти горы. Только с помощью. Тем более, что проблема очень глобальная и надо, наверное, только на громадский придется опираться, для того, чтобы пробить эту стену. А получится. От громадской все зависит. Будем посмотреть. Всем хорошего дня. Пока-пока.